На территории Нерингринского района находятся крупнейшие угледобывающие предприятия на всем Дальнем Востоке. Ежедневно на них задействовано огромное количество единиц специализированной техники, которая время от времени нуждается в ремонте. Для обслуживания карьерной техники БелАЗ в Нерингре в скором времени будет построен сервисный центр. На закладе первого камня в строительстве центра побывали наши нерингринские коллеги. Строительство нового объекта уже началось на территории поселка Беркакит, где и прошла торжественная церемония закладки первого камня. Потребуются и нужны будут хорошие специалисты по ремонту двигателей внутренним сгоранием, топливной аппаратуры, токаря, фрезеровщики, мотористы. Вот это все нужно будет. Появление первого в России сервисного центра по новой концепции белорусской компании БелАЗ-24 станет началом нового цикла в сервисном обслуживании подобной техники. Для работы центра будут использоваться современные цифровые технологии, контроль над которыми будет осуществлять персонал из 50 квалифицированных кадров. Так как мы занимаемся поставкой карьеров самосвалов, соответственно для нас это тоже перспективный район. И в наших во всех планах, и в наших переговорах всегда и будет все практически на первом месте. После закладки первого камня в Нерингринской администрации состоялось официальное подписание соглашений между представителями ООО БелАЗ и муниципальным образованием Нерингринский район. В рамках данного соглашения предполагается социальное партнерство. Оно заключается в первую очередь, конечно, в привлечении местных специалистов и определенных обязанностях фирмы ООО БелАЗ-24 в отношении жителей Нерингринского района. Ну и в целом дальнейшая реализация и сотрудничество с фирмой ООО БелАЗ-24 в рамках дополнительных инвестиционных проектов. Качественный и своевременный ремонт в будущем помогут без ущерба для производства восстанавливать рабочую технику. Специалисты уверены, что наличие подобного центра в районе позволит также повысить показатели добычи угля в целом. Тем более в планах у руководителей будущего сервисного центра состоит создание мобильных групп, которые смогут выезжать и производить ремонт непосредственно по месту. Виктория Харитонова, Аял Амосов, НБК Саха, Нерингрин.